Секреты хантыйской кухни Вера Натускина переняла от своей мамы. В семье она была младшей дочерью, поэтому готовить пищу не доводилось. Но разделывать рыбу научилась ещё в школьном возрасте. Щука – любимый ингредиент печёного, варёного или жареного блюда. Только с одной щуки я могу приготовить хе, пожарить, сварить уху, малосолку сделать с рыбы, запечь в духовке с картошечкой. На костре сделать потовушку, по-хантыйски посолить и высушить рыбу. Это только щуки. А там ещё есть и такая другая речная рыба у нас, и окунь, и карась. Карась очень вкусная, жареная в сметане. Гвоздь сегодняшней кулинарной программы – заливной пирог по-хантыйски. Тесто для него делается на кефире, молоке или майонезе. Муку нужно добавлять до консистенции сметаны. Хозяйка тщательно перемешивает заготовку, выливает на сковороду нижний слой. Затем раскладывает начинку, которую обязательно солит, перчит, добавляет зелень. Всё это заливает верхним слоем и отправляет на 40 минут в духовку. В этом пироге мне нравится, что он очень быстро готовится. А так, ну и вкусный, что всё равно печёное очень любят у меня дети и муж любят. Начинку любую можно сделать, не только с рыбой. Это и сегодня с рыбой. Можно с ягодой, можно с капустой, можно хоть с чем такой пирог делать. Пока пирог румянит свои бока в духовке, на плите варится уха. Следуя семейному рецепту, Вера Натускина добавляет в бульон только лук и специи. Никакого картофеля, с улыбкой говорит знаток хантыйской кухни. На варистую ушицу надо пить из кружки. И вкусно, и сытно. Ну вот у нас прошло время. Пирог испёкся. Мы его сейчас будем доставать. Заливной пирог по-хантыйски готов. К тому времени на столе занимают свои места хеи с филе щуки, варёная картошечка свежего урожая, наваристая уха. Чуть позже хозяйка заварит домочадцам свой фирменный чай из чаги с добавлением высушенных листьев малины, смородины, ягод шиповника. Юлия Сизинцева, Сергей Суханов, телевидение Нижневартовского района. Специальный ГАИУГРА-24.